Всем бонжур или бонсуар! Меня зовут Александра и вы смотрите Парфюм Сторис. Каждую неделю мы встречаемся с вами на парфюмерно-театральных беседах для того, чтобы получше узнать друг друга, а также узнать немножечко об ароматах из моей небольшой парфюмерной коллекции. Сегодня у нас с вами снова необычная тема, потому что, как вы уже поняли, скорее всего, я буду не одна, и вы правы. У нас в гостях необычный гость. Давайте же не буду томить вас очень долго и просто позовем его месье. Добро пожаловать, Ирак Лиминадзе! Он же прекрасный композитор, он же практически без семи минут сомелье, он же также по совместительству уже 16 лет является моим любимым супругом. К тому же еще и режиссер твоего шоу и производитель твоей заставки, сумасшедши, красивый. Да, это правда, которую вы все хвалите, так что вот-вот тот человек, который ее создал буквально, если честно, за один день. А также он является еще и нашим осветителем местным и тем человеком, который научил меня вообще монтировать видео, которые я для вас монтирую каждую неделю. Ну что ж, давайте начнем наконец-таки. Ты не зря у нас появился с шампанским, ведь правда, потому что тема у нас сегодня следующая. Да, абсолютно верно. Шампанское неспроста, друзья. Сегодня у нас тема «Ароматы, связанные с вином». Поэтому у нас будут и ароматы, ну и вино, друзья. Поэтому обязательно досмотрите до конца, вы узнаете, что Александра в конце нанесет на себя. И что мы в себя употребим. И сколько мы сможем употребить, друзья. Поэтому давайте не будем вас томить и поехали. Поехали! Парфюм сториз Ну что же, тематика «Ароматы вина». Она неспроста, потому что темы действительно очень близкие, довольно смежные. Ароматы – это наша с вами память. Это на самом деле то, что связано с нашими воспоминаниями. Ароматические композиции, букеты, есть носы, да, в парфюмерных домах. То же самое происходит в виноделии, в мире винопроизводства. Здесь тоже есть ароматические композиции. Букеты, вина, закупоренные в бутылке, будь то игристое или не игристое, красное, сухое, полусухое, полусладкое и так далее. То есть, очень смежные темы, связанные с обонянием, с чувством аромата. Ну, в вине еще и добавляется вкус. Но об этом чуть позже. Давай просто начнем как раз с шампанского, раз уж мы так красиво начали. Подлей нам, а то мы уже начали заранее. Да, друзья, на самом деле у меня сейчас в руке не совсем шампанское, потому что правильнее будет называть шампанское то вино, которое действительно производит и произрастает в конкретно регионе шампань, который находится во Франции. Друзья, ну на этот раз у нас кремань. Кремань – это все игристое вино практически во Франции, которое производят не в регионе шампань. Это единственное, можно сказать, отличие в основной, да. Но, помимо этого, конечно же, еще сортовой состав там довольно сильно меняется, потому что в шампане обязательно шардоне, пино-нуар и пино-минье. Здесь шененблан, шардоне есть и еще один сорт мозок. Вино – это из юго-запада Франции. Регион называется Лагедок-Руссиньон. И, между прочим, они говорят, что они изобрели шампанское примерно на 100 лет раньше, чем это сделал сам Дон Перенен в шампане. Ну, они себя так подбадривают. Возможно, это правда, возможно, нет. Но я не думаю, что это конкретно с этим производителем связано. Но они себя, по крайней мере, назвали себе даже той местности, где якобы это произошло. Поэтому ты правильно сказала про вино абсолютно. Это очень смежные темы с ароматами, потому что я вином увлекаюсь довольно давно. Ну, и Саша увлеклась вместе со мной. Лет в 27, на самом деле. До этого я вообще ничего не употребляла. Хотя мы, на самом деле, с Ираклием знакомы. Мне было тогда 19, когда мы познакомились, да, по-моему? Да, мне 18. А тебе 18, да. А сейчас мне 35. Да, друзья. Прошло много лет. Но, на самом деле, я, правда, начала употреблять алкогольные напитки легкие с 27 лет. И тогда же, что меня привлекло в вине, это как раз ароматические композиции. Я очень быстро начала вычленять, ой, здесь пахнет фруктами, здесь слива, здесь я чувствую нюансы с дымом, да, здесь я чувствую сено, а здесь немножечко даже груши есть. То есть я это настолько все, мне было интересно идентифицировать, потому что это как-то у меня, получается, коррелировалось с ароматным моим увлечением парфюмерией. И поэтому вот это действительно очень интересный опыт. Да, абсолютно верно. К тому же я хочу сказать, что с тех пор, как Саша увлеклась ароматами, я заметил, что довольно схожая тематика, потому что в вине также важен нос, как мы это называем, глаз. Это на глаз оценить, на вкус, ну и общее впечатление. Поэтому действительно Саша увлекается парфюмом, и она также дегустирует, можно сказать, на аромат и разбирает на части, что в ней входит. К тому же виноделие это еще и законсервированное время. Я забыл сказать, что у нас крема не простая, а винтажная. Винтажная это означает то, что сам урожай 2016 года, что в принципе в игристых винах это не так сильно распространено, потому что в основном это ансамбляж разных виноматериалов, даже разных бывает годов урожая. Хотя на самом деле мы с тобой пробовали винтажное шампанское в Шампании, в Эперне, это столица Шампании региона. Мы пробовали винтажное шампанское какого-то 80-какого-то года. Да, но это считается верхом, скажем, производства, когда урожай был настолько хорош, как считает сам винодел, что он решает это вино не смешивать с другими урожаями, он из него производит конкретно винтажное. И на этот раз у нас 4-годовало игристое вино 2016 года, и когда она еще и выдерживается очень долго в самой бутылке, кстати, метатрадиционально это называется, это означает то, что вино бродило в самой этой бутылке, не в какой-то, как это просекой делают в больших нержавейших стали, а потом это все раздевают по бутылкам. Нет, шампань и кремань, и даже кава испанская, они производятся в конкретной бутылке. Поэтому давай разбирать аромат. Что? Что ты чувствуешь? Да, ну, как говорится, в игристых винах в Кремане и в основном шампании преобладают первые основные верхние тона, это, как говорится, кондитерская. То есть это... У нас это называется гурманские ноты. Да, возможно, я не знаю, как это связано. Гламолдиз. Я, наоборот, вот чувствую какую-то прям терпкость этих цитрусов с самого начала. А запах круассанов не чувствуешь? Слушай, нет, но какая-то выпечка скорее с яблоками, с грушами, с кислинкой. Штрудель, может, яблочный. Ну, нет, штрудель он помягче тогда, посливочнее будет. А здесь просто такая как раз слойка с кисленькими яблоками, кисленькими сочными грушами, из которых сочится прям сок, они водянистые такие. С мочёными яблоками, возможно. Мочёные и подкисленные яблоки. Потом есть вот этот нюанс сена, это такая сухость получается этих пузырьков, такая минеральность почвы. И ещё терпкость, наверное, это что-то связанное вот с персиками, косточками. Да, абсолютно верно. Во вкусе есть некая горчинка, которая очень сильно напоминает косточки именно абрикос. Знаете, когда вы абрикосы разделываете, там есть косточка, а внутри ещё есть орешек. Вот если этот орешек на вкус попробовать, то он такой горковатый. Ядрышко, да, терпкое. И вот примерно вот этот на вкус остаётся после вкуса. Часто Ираклия говорит, что вина и шампанские вина, и другие виды из сорта винограда, из которых производят, это всё такое закупоренное время в бутылке, капсула времени. Получается, мы сейчас пьём солнце 2016 года, почву 2016 года, пчёлки, которые принесли нектар, и мы всё это с каждым глотком потребляем в себя. То же самое, в принципе, можно сказать и про парфюм, потому что, конечно, сейчас производят парфюмерия, это в первую очередь химическая промышленность, будем честны, точнее, это очевидно. Но помимо синтетических ингредиентов есть какие-то, наверное, всё-таки масла, ещё что-то, что входит в состав, более натуральное, и это тоже эссенции и экстракты из живых когда-то, смол, древесины, цветов и так далее. Поэтому это тоже получается законсервированное время. Но в аромате, в парфюме может быть же что-то конкретно, не знаю, 2016 года, а что-то 2020. Может быть, да. Поэтому довольно, скажем, это параллельные миры, которые собрали воедино, скорее всего. А здесь живое эссенция. А здесь действительно, да, это закупорено, законсервированное время, когда вы открываете пробку, вы перемешаетесь в 2016 год, лето. Это абсолютно там весна, когда плоды зародились, лето когда-то созревало, а потом наступление осени и урожай. Как раз так и сейчас осень, и сейчас во всех винных регионах на северном полушарии происходит сбор урожая, друзья. Поэтому давай за это выпьем, и ты расскажешь аромат, который подготовила. Да. У меня в коллекции не так много, так точнее практически отсутствуют ароматы с нотами алкоголя, с нотами вина или шампанского. Хотя вот шампанское часто встречается в ароматах. Это такая яркая, пузырчатая, игристая нота, которая придает веселое настроение. Она есть во многих ароматах, но у меня почему-то вот нашелся только один. Опять же, по рекомендации Карины Цокоевой я обратила внимание на бракаровскую серию L'histoire d'amour, и это L'une de miel. Как только она сказала, что здесь есть шампанское, я такая, м-м-м-м, я это хочу. Естественно, за очень смешную цену я купила этот парфюм. Нам обоим нанесу на блотеры наши, которые я сама сделала. Фирменные наши. Фирменные наши, да. Покупайте, заказывайте, ссылка в описании. Да, ну вот сейчас подожди, пока спирт выветрится. Но в принципе, действительно, вот я считаю, что шампанское здесь есть. Его свежесть, эти пузырьки, по-испански бурбухас. Это вот просто действительно, как будто бы ты только открыл, откупорил бутылку, и вот оно взорвалось. Вот этот первый взрыв, первый запах, вот это вот еще с дымком. И помимо этого есть какой-то ансамбль чудесных, нежных, ярких, сочных фруктов. Здесь есть манго, здесь есть мускус. Естественно, что потом как-то это все зацементировать на тебе. Ну, потому что аромат, наверное, не очень стойкий. Я, честно, я им даже еще на себя его не наносила. Шампанское прямо аж вот слюноотделение вызывает. Настолько он прелестный. Здесь есть какие-то еще фрукты, наверное, цитрусы. Вот бергамоты, лимоны поначалу. Нет, не чувствуешь кислинку вот эту? Ну, вот первые ноты, которые я попробовал, были довольно химические такие. Как говорится... Но этот спирт еще не выветрил. Нет, не спирт, а именно вот химический, имеется в виду, как какие-то... Это шампанское. Моющие средства некоторые, знаешь, так пахнут. Но... Ну, может быть, мыльность какая-то есть в нем, да. Мне сложно соотнести прямо с шампанским. А я вот сейчас соотношу. Конечно, здесь больше мыльности, здесь понятно. Мне кажется, больше характером подходит, чем прямо прямыми какими-то нотами, на мой взгляд. Может быть, характером, характером на шампанское. Но ты какую ноту здесь идентифицируешь? Я его, кстати, муштрую каждый день. Что чувствуешь? Что чувствуешь? Что чувствуешь? На самом деле, все было наоборот, когда ты еще не увлекалась парфюмом, а я увлекался вином. Да, да, и ты меня муштровал. В общем, мы друг друга. И на самом деле, я-то постоянно угадывала практически букет. Но я сейчас тоже Ираклию даю ароматы, и он очень часто меня удивляет. Необычными ассоциациями, которые действительно совпадают. Как говорится, у меня уже нос натренированный. О, да, о, да. Ну, не знаю, сейчас я облажаюсь, скорее всего. Я прямо сложно сейчас понять. У меня немного какой-то пространства сейчас в голове. Здесь вот нежность фруктов. Манго я здесь не чувствую, хотя он заявлен. Я чувствую как раз вот яблочность, груши, какие-то цитрусы, нежность цветов, может быть, белых каких-то, мягких таких. Вообще, это называется лунный... Довольно сладкий, на мой взгляд. Сладости очень много. Нет, немного сладости, неправда. Он как раз сухой, это как сухое, это как брюд. Кстати, вот так вот больше чувствуется некое шампанское. Брюд, здесь брюд, не полусладкое. Возможно, даже больше сидр, чем шампанское. Может быть, может быть. Знаешь, что здесь есть? Вот ни за что не угадаешь, но на самом деле, когда я подольше с ним посидела, с этим ароматом, я поняла, что да, что-то здесь от этого есть. У Ираклия есть любимое дерево, самое любимое дерево. Оно растет только в южных странах. Так вот здесь в базовых нотах есть платан Ираклия. Платан? Да, ладно. Платан. Почувствуй, кожурой пахнет. Да, возможно. И она дает увесистость аромату. То есть он настолько порхающий, легкий, как пузырьки от шампанского, но ему дает вот эту базу, какую-то уверенность, стойкость на теле. И того самого мужчину из медового месяца, аромат называется «Люндумиэль», это медовый месяц, есть здесь женщина, как такое ветреное шампанское, а есть здесь мужчина, как мускус и платан, который ей говорит, эй, дорогая, подожди секундочку, не улетай так быстро, не улетай так быстро. В общем, платан я здесь на самом деле, может быть, и могу представить. Мифический, но он здесь есть. Ты обратно к шампанскому, тебе больше нравится? Нет, она просто на самом деле очень сильно сейчас изменилась. Да, кстати, так же, как и аромат развивается на нашем теле, под воздействием температур, химии, кожи и так далее, и тому подобное. Там и оксидация происходит, опять же. С вином происходит та же оксидация. Ну, опять же, не каждое вино достойно оксидации, как говорится, но, скажем, хорошего производителя, хорошего региона производства, зависимости еще от сорта и от самого винодела, конечно, такие вина подвергаются, естественно, оксидации, называясь это декантацией, это переливание в какой-то сосуд больше, но в основном это для красных вин применяют, либо каких-то винтажных, игристых вин, как раз то, что у нас сейчас с собой имеется. Но я думаю, что ему достаточно будет вот такого широкого бокала, и уже не прошло ей 10 минут, она уже какое-то... Да, тело приобрело. Приобрело некое тело, и уже ноты читаются прямо вот на поверхности. Мы еще сейчас мешаем это все с парфюмом, конечно, это сложный процесс, но интересно, скажи, но тебе нравится аромат? Ты бы хотел, чтобы рядом с тобой так пахли? Ты говоришь, что парфюм не делится на мужской и женской, но, на мой взгляд, это больше девушке молодой подойдет. Да, да, совсем легкой такой натуре, в порхающем муслиновом каком-то платье. Да, лето, она бежит. Вот это вот именно та самая парочка, у которой закончился конфетно-букетный период, но начался медовый месяц. И где-нибудь желательно у бассейна вечером. У бассейна вечером, желательно еще в нашем любимом регионе, в Провансе, во Франции. Да, дружище? Все, мы от... Пока! Пока, друзья, переходим к следующему аромату. Ну что же, мы дальше продолжаем. Перевоплотились. Мадар в меси. Да, 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 Иракли тоже очень любит головные уборы, как вы заметили. А также, я думаю, вы заметили еще третьего участника, помимо шампанского, нашего морализонского балета. Это наш сынуля, мистер Сквипстер. Ему 10 лет уже. 11 практически. 11 будет, да, в декабре. Поэтому это, ну, правда, наш сынуля и член нашей семьи полномерный. Он все время спит, пока мы пишем парфюм-сторис, поэтому с ним все хоккей. Итак, мы продолжаем беседу парфюмерно-ароматическую и винную. И продолжаем мы ее с ароматом, о котором я вам уже рассказывала. Но просто я еще раз говорю, что я сегодня говорю об ароматах из своей коллекции. Естественно, если бы у меня были другие ароматы, другие духи, парфюмы, связанные с виноделием, да, и запахом вина или шампанского, я бы с удовольствием с вами поделилась. Но у меня, как я уже говорю, я начинающий парфюм-блогер. И моя коллекция собирается там, ну, конечно, там лет 5. Но я не прям какой-то парфюм-маньяк. Я просто начала скупать, как говорится, совсем недавно. И тоже средства мои не всегда полны для того, чтобы покупать постоянно парфюмы. Поэтому не обессудьте. Поэтому расскажу вам аромат, который подходит под эту тематику. Это You Candle's Winemakers Rules. В одном из выпусков я о нем уже вещала. Но на самом деле он шикарно подходит. Здесь история про вино. А ну-то наносите, пожалуйста. Давайте, давайте, месье, давайте. Вам тогда понравилось, когда я... Нет, ты сюда давай, я же не на тебя не нанесу. Тебе тогда понравилось. Ты сказала, ой, точно, правда, Изабеллой пахнет. Давай сейчас еще раз освежим впечатление и память. Это вот действительно правило виноделов, как и в переводе означает название этого парфюма. Так, давай посмотрим. Это прям вот действительно... Ну, давай сначала ты, потому что я уже тут рассказывала 10 раз свои ассоциации с этим парфюмом. Это, ну, какого-то, да, сразу какая-то радость себе бросает изначально. Но я скажу так, действительно, я в детстве вынужден находился очень много раз при сборе урожая винограда и при, как говорится, его прессовании. Пахнет действительно свежевыдавленным виноградом, прямо соком виноградным, который вот-вот... Только после пресса. То есть это еще не вино, это ничего, его можно пить. Сок. Это прямо сок виноградный. Это виноградный сок. Это, мне кажется, как они так получают. Это же, наверное, без добавления самого винограда. Это какие-то, наверное... Почему? Здесь экстракты, наверное, какие-то. Ну, понятно, что химические соединения. Но действительно довольно достоверный, естественный аромат винограда. И даже я назову сорт Изабеллы, который на самом деле не питкий. Сорт не питкий. Ну, для виноделия, да, она не считается каким-то, скажем, хорошим ингредиентом. Но при этом очень ароматный. Что касается аромата в пирамиде, кроме аромата Изабеллы, свежесобранной, заявленные фруктовые ноты. И эта сочность, она прямо проистекает отсюда. Кислинка какая-то фруктовая. Помимо фруктов, здесь есть вот сочная слива. Да, может быть, слива ни в коем случае не сиреневая, да, не черная слива, не красная слива. А белая слива, да, какая-то медовая слива. Здесь есть еще фиалки, как они заявляют. Но фиалки в каком-то супер дальнем приближении фиалки. И вот это ее пудровость сладкая. Есть еще магнолия. Вообще ее здесь не понимаю. Но то, что здесь есть медовая слива, ты говоришь о лыча, ну хорошо, это потому что кислинка чувствуется. Такая лыча уже желтая, знаешь? Ну это вот медовость, вот это вот спелая, спелая слива, спелая лыча. И вот это вот есть ощущение тоже косточки. Косточки, в которой все специи, все соки, бальзамы и какое-то основание этого аромата. Вот это здесь все есть. Честно, я восхитилась, как только попробовала аромат, но я его не носила. Теперь я его обязательно разношу, потому что действительно после шампанского совсем другое ощущение. Да, друзья, абсолютно поддерживаю, аромат очень интересный, он прямо... А ты бы носил, кстати? Я бы, наверное, пару раз, несколько раз нанес бы, походил бы там денек, посмотрел бы вообще, как мне чувствуется в ней. Но действительно постоянно хочется подносить к носу. Да, потому что пахнет вином. Да. Пахнет вином, точнее молодым божжолей. Виноградным соком. Да, виноградным соком. Это виноградный сок, просто виноградный сок. Виноградный сок и какие-то нюансы интересные терпкой косточки, как я уже сказала, медовые сливы. Ираклию больше по душе теплые, амбровые, бобы тонка, ароматы. Он обожает Армани и Дуньи, он любит сейчас, носит Гибушара, который вот такой пряный, теплый, да, аромат. Мы фаренгей, друзья, это моя любовь. Я люблю фаренгей. Но ему идут теплые ароматы, пряные ароматы, потому что у него горячая кожа, и они как будто расцветают какой-то аурой теплоты. Ну, может, потому что я просто люблю его, и ты, ты, ты без этого приятного пахнуешься. Будьте за любовь, друзья. Будьте за любовь. И продолжим прекрасный аромат. Итак, а мы продолжаем. И у нас следующая бутылочка теперь уже красного вина, итальянского, насколько я понимаю. Представьте нам вместе. Да, шампанское шампанским, точнее креман креманам. А мы перейдем к красному вину. Это действительно из Италии, но я постарался подобрать сегодня не такое, как говорится, попсовое направление. В хорошем этом понятии, естественно. То есть это не Тоскана, друзья. Это не Пеймонт, это не какой-то Сицилия, не Венету и так далее, и так далее. А это очень редкий регион для российского рынка. То есть в магазине просто в обычном вы не купите. Этот регион называется Трентину Альтуадиджи. То есть это самый северный регион. Практически это итальянские Альпы, либо это итальянская Швейцария. Производитель у нас Кантино Продутори Перлану. На этот раз, друзья, я взял сорт Пину Нуар 100%. Моя любимая сорт красного. Так же, как и мой. Это довольно очень легкий, тонкий и очень, скажем так, элегантный сорт винограда. Не тяжелая, не давящая, не плотная, не жирная. Да, а именно вот легкая, действительно чудесная винограда. Об этом можно часами говорить. Не буду отнимать время твоего прекрасного блога. Поэтому я скажу так. Пину Нуар это, естественно, французский сорт, а именно бургундский. И в основном великие Пину Нуары у нас произрастают в Бургундии. Но Пину Нуар, так же, как и многие другие французские сорта, расселились по всему миру. И так же и в Италии. Но в Италии Пину Нуар обычно называют Пинонеро. 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 Но почему-то на бутылке написано Пинонуар по-французски. Наверное, это маркетинговый ход, чтобы во всем мире это... Потому что написано Italian Pino Нуар. Да. Тем интересен то, что это итальянский Пину Нуар. А с северной Италии производит довольно интересное вино, на мой взгляд. Поэтому сейчас попробуем с тобой. Сразу можно на цвет обратить внимание, что... Что это 100% Пинонуар, потому что полупрозрачный. Он практически прозрачный. Через Пинонуар можно прекрасно рассматривать даже улицу, друзья. Рубиновая такая история, да? Это может быть любая белая бумага. Если нанести, то можно более-менее хорошо понять градиент цвета. Ребят, поняли, да? То есть пар в посиделке, вот это вот слепые из АТС и все дела. А тут то же самое, только еще и у вас блотеры для ароматов, а у них блотеры для, значит, на просвет. Смотрим рубиновый оттенок. Да, друзья, вино я охладил как раз-таки к 15 градусам. Да, действительно, необходима аэрация. Нужно покрутить немного в бокале, чтобы она немного начала раскрываться. Действительно, для этого понадобится еще минут 20-30. На мой взгляд, для этого вина необходимо. Но первые тона, можно почувствовать, что вино сразу же, оно необычное. Очень необычное. Очень необычное. У него что-то животное есть. Первые тона, как будто некие гнилые какие-то фрукты. Знаешь? Ну вот для тебя гнилые фрукты, а для меня нечто животинка какая-то. Как у нас цвета, осенние листья подгнившие, но при этом в них пропиталось то, что рядом еще что-то жгли, явно. Абсолютно. Дымок есть, копченость какая-то. Как раз таки осенних листьев, дымок осенних листьев. Да, но он, знаете какой, он вчерашний. То есть это не только что соседи там что-то жгли, и ты умираешь просто от кислотного этого запаха. Остаточный такой запах, да. Остаточный, вот тот самый приятный остаточный дымок, которым ты думаешь, осень. Сухофрукты. Сухофрукты, ну как всегда в красном вине, часто это бывает. Чернослив, абсолютно. Нет, не во всех это присутствует. Ну часто. На мой взгляд, здесь очень ярко выраженный чернослив. Кстати, странно для пино нуар. Очень полнотелое вино для пино нуар. Бургундские пино нуары, я не помню, чтобы у них такие, скажем, топовые. Копченые нюансы. Да, но вот здесь, скорее всего, из-за почвы как раз-таки этого высокогорного региона она забирает на себе вот такие, скажем, тона. Но при этом легкость есть. Ну теперь попробуем на вкус. То есть это не вина нового света, понимаете, типа Мендоза, Аргентина, или Чили, да, то есть вот эта вот плотность. Или Австралия, там, где много солнца, очень много солнца, там вина более крепкие, более плотные, более тяжелые, давящие, как кровь густые, да, скажем так. Знаешь, на самом деле это не является прям общим, ну, правилом. Но для меня это просто так определение такое. Есть, конечно, регионы, где, по сути, должно быть очень много солнца, но виноделы довольно-таки тонкие. Допустим, как в Сицилии на вулкане Этна делают довольно-таки тонкие, очень элегантные вина. Пепел. Хотя в Сицилии, вы сами понимаете, что солнца очень много. Это связано с тем, что действительно из-за солнца виноград набирает очень много сахара. И сахар, как мы знаем, перерабатывается в итоге в алкоголе, и это и дает его плотности. Я увидела коричневый нюанс здесь сразу и поняла, что что-то в плотности этого тела точно есть корпулентное винишко, 100%. Я думаю, это просто первый тон, а мы только что открыли бутылку, давай мы ему дадим. Ну, пусть постоит, да. Да, постоим. Мы сейчас удивимся с тобой, насколько он сильно изменится, поэтому давай покажешь, что за аромат у тебя. На самом деле я не нашла третьего полнокровного парфюма, который бы отражал именно красное вино в его проявлении, скажем так, тонком и эстетическом. Но я нашла два интересных ароматических состава, эликсира, эссенции или ароматического масла для разных применений. Можно добавлять его в ванну, можно добавлять его в какие-то массажные масла или даже в парфюм, как они советуют. Это, собственно, два интересных ароматических масла, которые я приобрела совсем недавно. И они выходят с запахом изабеллы и конкретно моноаромат мускатель. Вот честно, только я ощутила, я взяла даже несмотря ни на цену, ни на что, потому что это действительно экспириенс, это шикарный опыт. Это не наносить на себя, хотя, в принципе, можно, если тебе уж совсем не в моготу пахнуть мускателем, но это настроение, это взрыв эмоций здесь и сейчас. А можешь мне на другом нанести другой, а я попробую угадать. Давай, давай. Я обожаю это дело, друзья, особенно... Ой, да, слепые за тесты вина тоже существуют, кстати. Тестации, это тоже существует, слушай. Рассказал он. Давай, я не смотрю, ты мне дай один в одну руку. Так, давай, ху и с ху. Давай. Попробуем. Ну, кто где? Так, здесь что-то мало, по-моему, ну, а, вот так. Дай мне. Подожди. А ты запомнила хоть какое-то, не подписала? Да, я запомнила, запомнила, только не меняя местами. Ты вот здесь совершенно мало нанесла, но, скорее всего, это Изабелла, это мускат. Нет, наоборот. Да как? А здесь он не пахнет вообще ничем. Я нанесла, но совсем немного, правда. Слушай, ну... Ладно, твой нос подвел. Они одинаково пахнут. Они не одинаково пахнут. На самом деле, просто мускатыль и Изабелла обладают вот этим вот каким-то пряно-сладким ароматом. Это сладкие сорта, насколько мы все прекрасно знаем. Вы помните все эти вина домашнего производства, когда вы ездили на отдых на море, вам говорили... За 15 рублей 5 метров. Натуральное вино. Ты что, девочка, попробуй, Изабелла, просто сладкий только что... Пальчики оближешь. Пальчики оближешь, да. Дамский пальчик тоже, но он не винный сорт. А мускатель, в принципе, тоже... Отлижешь. Это десертный... Уже напробовались, ребята, надегустировались. Мускатель тоже десертное, скорее, вино. Тоже сладкое какому-то десерту. Не, из него и сухое делают. Но это вообще я бы не сказал винным сортом. Ну, в общем, не мускатель. Мускатель делают. Мускатель, да. Но Изабелла 100% невинный сорт. Это вообще считается в Европе сорняком. То есть, они не производят вино. В многих регионах Европы запрещено производить вино из Изабеллы. Потому что на это есть свои причины. Да, у них спирт именно. Многие считают, что это неправда. Многие считают, что это правда. Но, тем не менее, есть такая, скажем, определенная версия, которому придерживаются большинство в Европе. То, что при брожении такого сорта, как, ну, это американский, по сути, аборигенный сорт, Изабелла, он производит не этиловый спирт, преобладает, а метиловый. А метиловый спирт, друзья, это яд, как говорится. Для человека, да. Вот это теперь Изабелла в хорошем нанесении. Он менее ароматный, чем мускатель. Почему? Да, но вообще считается, что мускатель – это как раз самый ароматный сорт из самых доступных, скажем так, человечества, особенно русскому человеку. Но и вино из мускателя довольно шикарно пахнет. Ну, летом это самое то, друзья, охлажденный мускатель из какой-нибудь Эльзаса, либо из Германии. Это шикарно. Но, если честно, лично для меня я обожаю запах Изабеллы. Это запах моего детства. Я думаю, не только моего. Это когда обитые вот этим самым виноградом ваши беседки, дома. Виноград высаживают в декоративном еще смысле. Я сейчас расскажу людям, которые нас из Архангельска смотрят. Ну, на самом деле, правда. Очень многие семьи, которые жили в частных домах, а мы жили с родителями в частном доме практически все детство, до 17 лет. Ну, на юге России, конечно. Да, на юге России мы выросли в Ростове, жила я и в Грузии, и в Венгрии, и в Краснодарском крае. Да, мы очень много попутешествовали. Вот Изабелла – это просто мое детство. Это и сок пакетированный вот эти в 90-е, которые были как раз со вкусом Изабеллы. А, вот как раз таки больше тем. Это и вино из пакетов, вот это дешевое на родительских вечеринках, из которого прям пахло из бокала. Да, действительно. Да, 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 честно. Это и вот то самое лето, когда уже сочится сок из этих виноградных гроздьев, когда уже сочится сок из этих виноградных гроздьев, и когда ты хочешь сорвать их, этот красивый цвет немножечко с матовым покрытием на сиреневых ягодах. И уже лето заканчивается, конец августа, скоро в школу. Слушай, ты рассказываешь прямо сегодня у нас 13 или какой, 15 сентября? Да, буквально вот то, что происходит сейчас, вот это в детстве, я в это же время и ощущала примерно такие запахи. Но не в Москве, в Ростове-на-Дону. Но у нас, друзья, в парфюм-блоге это происходит. Да, ну короче говоря, конечно, это не совсем ароматы, которые можно наносить на себя, но это интересные ароматы для дома, для того, чтобы их использовать не только в помещении, но, может быть, добавлять действительно в какие-то массажные масла, в крема, в ваши шампуни, в бальзамы. Очень интересный экспириенс, правда. Ну что же, я предлагаю тогда подытожить и выбрать аромат, который мы нанесем, и вино, который сегодняшним вечером мы будем наслаждаться. Можно я начну? Ну что же. Так как это все-таки мои парфюм-стоицы. Поехали. Итак, что же я конкретно выберу для себя как аромат для тела и души, а также как напиток, который буду продолжать этот вечер потреблять? Наверное, все-таки это аромат, который я недооценила, но сегодня распробовала окончательно. Может быть, в дуэте он оказался более выигрышным и комплиментарным. Я выбираю «Люнду Мьел Л'Истуар Д'Амур Брокар», потому что мне хочется чего? Праздника, шампанского, вечного медового месяца на шестнадцатом году семейной жизни. Ооо, наступила осень и хочется романтики, поэтому я наношу на себя. Ну что же, друзья, я противоположна, если так можно сказать. «You Candles» – «Winemakers' Rule». Я не знаю, она мне сразу же с первых нот понравилась. Конечно, вино красное. Я как раз-таки сказал, что я бы попробовал поносить на себе и разносить, как вы говорите, и понять, подходит она мне или нет. Поэтому сегодняшним вечером я точно буду пахнуть, как мокрая Изабелла. Это не коктейль, можешь не взбалтывать перед нанесением. Мне прямо само интересно, как с тебя будет этот аромат развиваться. Прекрасно, друзья. Я чувствую, я уже помолодел на два дня. Конечно. Я чувствую, что я уже погрузился в чан, собственно, с Изабеллой. Ну что же, ладно, а что же с вином? Что ты будешь сегодня вечером пить? Ну, я хочу продолжить прекрасный дуэт и беседу в игристых тонах, скажем так. Поэтому к моему медовому месяцу добавляется чудесная яблочный сидр. Точнее, креман наш 1531 года. Происхождение, которое раньше, чем видно, игристые шампани появились. Поэтому продолжай с шампанским. Это креман Лему, то есть юго-запада Франции, 2016 года выпуска, то есть винтажное игристое вино. Ну что же, а я, у меня настроение сегодня осеннее. У нас уже начало в Москве пахнуть листвой. Как говорится, скоро, наверное, и дымок появится, когда начнут почему-то сжигать. Я не знаю, каждый год, зачем это сжигать. И как дым в 2010 году. Наверное, я посижу в своем креслице, включу какой-нибудь фильм с тобой и буду наслаждаться красным вином из севера Италии, пино нуара, 100% друзья. Ну, а мы с вами уже увидимся на следующей неделе. Это снова будут парфюм сториз. И я снова призываю вас к тому, чтобы активнее общаться в комментариях, потому что, правда, Иракли свидетель, я радуюсь как ребенок просто каждому вашему высказыванию, каждому нашему с вами общению. Давайте вы расскажете о том, пробовали вы ли эти ароматы. Может быть, YouCandles и не пробовали, потому что они только недавно выпустили свою парфюмерную линейку для людей. Вот, а что касается Бракара, Листуар Дамнура и Люн Думьель, я думаю, что много говорили об этом парфблогеры, и вы, скорее всего, уже попробовали. Скажите, чувствуете ли вы здесь шампанское, манго и так далее, то, что здесь заявлено? Друзья, в общем, я тоже буду очень рад. Пишите комментарии, как вам вообще такая коллаборация мужа с женой. Да, друзья, на самом деле я всегда... Режиссера с артистом. Я всегда стою за кадром, когда Саша это все записывает. Мне очень приятно было с тобой попробовать на этой стороне камеры, как говорится, поговорить, обсудить, наносить на себя ароматы, тем более выпить вина. Я всегда рад, друзья, зовите. У меня также есть божественный влог. У меня в IGTV его полно, где Саши тоже очень много там. Да, в основном про наш отдых. Да, и не, почему? Там есть даже у нас город Грасс, парфюмерные истории. Мы тоже там побывали, можете найти, да, друзья, кому это интересует. Ну что же, я был очень рад. Спасибо огромное, что был сегодня с нами. И давайте общаться дальше в комментариях. И обязательно увидимся с вами уже на следующей неделе. И это будут парфюм-сторис. И я, Саша. Пока! Au revoir! Ой, а мне еще бы догреться, так хорошо я бы снимала и снимала. О нить! М-м-м-м. Продолжение следует...